Новая выставка, которую представил в Доме музея Ленина коллекционер, комплектатор и художественный руководитель Московской социалистической библиотеки Александр Дмитриев, называется «Ленинская география. Путешествие с книгой». Она состоит из редких книг и включает издания, которые существуют в единичном экземпляре. Больше половины экспонатов это Владимир Ильич Ленин в разных формах. Его собственные работы, статьи коллег, приятелей, друзей и недругов. То есть в этой выставке Владимир Ильич Ленин главная суперзвезда. Под заголовок нашей выставки «Путешествие за книгой» она посвящена перемещению Владимира Ильича по миру, то есть по тем местам, где он останавливался, где он жил и тем книгам, которые он в этих местах редактировал или писал. Еще одна производная выставки – это все, что касается красного маршрута туристических мест, связанных с Лениным, с русской революцией. Как отметил Александр Дмитриев, что этот маршрут проложен по ленинским тропам. В России это, конечно, Санкт-Петербург, Москва, Псков, Нижний Новгород, Ульяновск, само собой Казань. То есть во всех этих местах Ленин оставлял публицистические следы, и именно этим советам посвящена наша выставка. Мы идем по ленинскими тропами. Как сказал автор экспозиции в России, Владимир Ильич и дольше всего времени провел в Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, не считая детские годы в Симбирске, современном Ульяновске, а за рубежом предпочитал Париж и города Швейцарии. На выставке можно посмотреть не только сами книги, но и специальные постеры, которые объясняют, почему эти книги являются редкими. Один из них посвящен книге «Материализм и империокритицизм» его автору. Это книга Сергея Николаевича Ленина. Он к Ленину не имеет отношения. Это чиновник Министерства земледелия, который выдал Владимиру Ильичу паспорт своего отца. Именно оттуда пошел псевдоним Н. Ленин, которым Владимир Ильич потом пользовался, стал Ульянов Ленин. Но вот фамилия Ленин – это фамилия отца Сергея Николаевича Ленина, Николая Егоровича. Экспозицию дополнили графические работы из фондов Ленинского мемориала ведущих художников советского периода Николая Жокова, Петра Белоусова, Владимира Бутанаева, Игоря Ильенского, Владимира Минаева и Николая Лямина. Мы имеем возможности представить графические работы Петра Белоусова о пребывании Владимира Ильича Ленина в Париже. И перед нами раскрывается человек, марксист, революционер, о котором говорили, что он только о революции думает, но он и посещает Луву. Александр Дмитриев преподнес в Дарленинском мемориалу редчайшие издания век минувший Дмитрия Архангельского и художественный альбом Миколысо Чурлёниса. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.